В предыдущем видео мы рассмотрели различные формы химического взаимодействия с участием газообразных, жидких, твердых и растворенных частиц. Теперь рассмотрим электрохимическое равновесие. И в качестве примера рассмотрим следующий процесс. Такое равновесие может быть установлено путем приготовления раствора, содержащего гексоцианоферат калия-2 и гексоцианоферат калия-3 и добавлением электрода из платиновой проволоки или другого инертного материала. Равновесие устанавливается на поверхности электрода и состоит из двух растворенных анионов и электронов на металлическом электроде. Установление равновесия означает, что скорость, с которой гексоцианоферат калия-2 отдаёт электроны металлической проволоки или электроду, точно уравновешивается со скоростью, с которой электроны из металла высвобождаются к анионам гексоцианоферата-3, которые, как говорят, восстанавливаются. Соответственно, анион гексоцианоферата-2 теряет электроны и он называется окисленным. То, что динамическое равновесие этого типа установлено, означает, что после его установления никаких дальнейших изменений не происходит. Количество электронов, которые переносятся в том или ином направлении, бесконечно мало. Так что концентрация анионов заметно не изменяется по сравнению с их значениями до того, как электрод был погружён в раствор. В чём отличие этого уравнения от химического равновесия? Реакция включает перенос заряжённых частиц, электронов, между фазами металла и раствора. В результате, когда достигается равновесие, вероятно, что на каждой из этих двух фаз будет чистый электрический заряд. Если при достижении равновесия реакция идёт влево, в сторону гексоцианоферата-3 и электронов, то электрод будет нести чисто отрицательный заряд, а раствор – чистый положительный заряд. И наоборот. Если равновесие смещено в сторону образования гексоцианоферата-2, тогда электрод будет положительным, а раствор – отрицательно заряженным. Независимо от смещения равновесия реакции, можно признать, что, вероятно, будет существовать разделение зарядов между фазами электрода и раствора. Соответственно, между металлом и раствором будет возникать разность потенциалов. Другими словами, на металлической проволоке относительно фазы раствора возникает электродный потенциал. Электрохимическая реакция является основой этого электродного процесса. И полезно ссылаться на химические процессы, которые устанавливают электродные потенциалы, как на потенциал, определяющий равновесие. Рассмотрим другие примеры электрохимических процессов. Водородный электрод представляет собой черный платиновый электрод, погруженный в раствор соляной кислоты. Электрод может быть сформирован путем электроосаждения на платиновый флажок тонкого осадка платиновой черни. Из раствора, содержащего растворимое соединение платины, обычно калий-платина-хлор-6. Газообразный водород барботируется на поверхности электрода и устанавливается следующее равновесие. Хлорсеребряный электрод представляет собой серебряную проволоку, покрытую пористым слоем хлорида серебра. Хлорид серебра практически нерастворим в воде и может образовываться на поверхности проволоки в результате ее электроокисления в среде, содержащей ионы хлора. Так правило в водном растворе хлорида калия. Проволока с покрытием затем погружается в раствор хлорида калия и быстро устанавливается следующее равновесие. Равновесие устанавливается на границе серебро-хлорид-серебра. Очень важно, чтобы слой хлорида серебра был пористым, чтобы водный раствор, омывающий электроды, проникал через слой, позволяя установить равновесие на границе фаз, которые включают металлическое серебро, твердый хлорид серебра и водный раствор. Каламельный электрод состоит из колонки жидкой ртути, контактирующей с нерастворимым хлоридом ртути-1, традиционно называемой каламелью. Оба контактируют с водным раствором, содержащим ионы хлора, обычно калий-хлорид. Равновесие устанавливается на трехфазной границе. Наконец, давайте рассмотрим примеры равновесия не в водном растворе, а в опротонном растворителе ацетонитрили. Равновесие включает раствор ацетонитрила, содержащий молекулу ферроцена, и соль ферроцения, например, гексавторфосфат ферроцения. Во всех рассмотренных примерах быстро устанавливается динамическое равновесие. Между раствором и металлической проволокой возникает разность зарядов, и на проволоке устанавливается электродный потенциал. Теперь рассмотрим еще один пример. Предположим, что у нас есть платиновая проволока, погруженная в раствор, содержащий нитрат и нитрит анионы. На первый взгляд, есть согласность предположить, что потенциал, определяющий равновесие, будет выглядеть следующим образом. Однако скорость переноса электронов как в прямом, так и в обратном направлениях настолько низка, что равновесие не устанавливается. Соответственно, на границе раздела металл-раствор отсутствует разделение зарядов и не устанавливается электродный потенциал. Очевидно, что высокая скорость переноса электронов между растворенными частицами и электродом важны для установления потенциала электрода. Если отсутствует быстрая кинетика электрода, фиксированный потенциал не создается, и при любой попытке измерения потенциала значение будет плавающим. То есть потенциал электрода не определится. Давайте еще раз вернемся к водородному электроду. Еще раз напомню, что в этом случае электроды изготовлены из платинированной платины, а не из блестящей металлической платины. Это различие является ключевым для обеспечения быстрой кинетики электрода. В частности, целью нанесения тонкой платиновой сажи является обеспечение каталитических центров, которые гарантируют, что потенциал, определяющий равновесие, будет устанавливаться быстро. В отсутствии этого катализа нельзя гарантировать достижение желаемого потенциала электрода. Рассмотрим влияние платинированной сажи на снижение энергии активации реакции и, следовательно, на ускорение реакции. Как видно, катализатор связывает промежуточные атомы водорода, что приводит к переходному состоянию реакции с пониженной энергией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова